ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Абсолютно простая цепочка ваших действий для получения данной машины. Что собой танк представляет? Ну это еще больший картон, нежели СТ-68 вариант 2, который там же можно получить в этом же игровом событии, но при этом существенно отличающиеся во многих показателях орудия. Что касается времени сведения и разброса, заценивать будем непосредственно в самом бою, потому что оценить точно так же как с СТ-62 очень сложно, стоя просто в ангаре и глядя на вот эти цифры. Здесь ДПМ не такой уж и высокий, 2100 единиц грубо говоря, все потому что время перезарядки, несмотря на установленный досылатель, составляет 11 секунд. Вы платите таким временем перезарядки за то, что имеете возможность за один выстрел наносить 380 единиц среднего урона. Если вдруг вашего пробития в 201 единицу вам недостаточно для того, чтобы кого-то проковырять, вы можете зарядить себе подкалиберные голдовые снаряды. Да, вы при этом теряете 60 единиц урона, но в то же время вы приобретаете себе более 55, я бы сказал 57, если я правильно считать, единиц, быть точным, миллиметров пробития на снаряде. Ну, мне кажется, что довольно-таки неплохая прибавка. Что касается дополнительного плюса по орудию, так это угол склонения орудия вниз минус 9. Ну, прям совсем, совсем не то же самое, что у СТ-62, вариант 2. Здесь, ребят, минус 6, которые играются просто-таки ужасно. Компанзер в этом отношении, безусловно, пободрее и повеселее будет. Что касается брони. Здесь броня хуже, чем у СТ-62. Здесь, если снять вот эти вот экраны, которые защищают вроде бы как от фугасов, то обнаружите вполне себе стандартизированный, картонизированный корпус, который действительно очень легко пробивается всякого рода бронебойными снарядами. И, да, фугасы никто у вас кидать не будет, но бронебойными абсолютно спокойно будут наносить вам урон. Также стоит отметить, что если эти маски вернуть, то вот здесь вот неплохо все забронировано, классно, вопросов никаких не имею. И вот эта вот маска орудия, она закрывает добрую часть вашей башни в целом. Ну, в общем, в целом силуэта вашей башни. В то же время, хочется отметить, что все, что находится по краям от маски орудия, не имеет как таковой брони, если не считать приведенки, потому что прямая здесь 130. Это действительно не так уж и много. Плюс к тому, вот этот вот картонный нижний бронелист дает о себе знать очень часто в бою, особенно если вы куда-то на горку поднимаетесь. Вот так вот подъехали, вот сюда вам закидывают, мама, не горюй, только бери да принимай. Что касается бортов кормы, то в целом здесь все понятно. Ну, а что же у нас по сравнению с другими машинами? В чем-то, безусловно, типа есть чем похвастаться, но не особо. Что касается времени перезарядки, бабка на двое гадала, есть машины просто с похожей альфой, но в то же время с немножечко другим временем по перезарядке. Или идентичные, но при этом больше наносящие. Допустим, WZ-122TM имеет то же самое время перезарядки, но при этом альфу на 20 единиц выше. Кто-то скажет, что типа это ни о чем, я в чем-то с вами соглашусь, но в то же время согласитесь. Если есть разница в отношении альфы, то, наверное, должна быть разница и в времени перезарядки. Говорю не к тому, что WZ-хе надо повысить время перезарядки, говорю о том, что можно было немножко урезать КД конкретно по нашему герою. Тогда это было бы, ну, плюс-минус более логично. Ну, а с другой стороны, можете посмотреть на, допустим, того же самого Т-34-3, у которого тоже 400 единиц альфы, но при этом больше перезарядка. Короче говоря, логика в отношении сочетания количества наносимого урона и времени перезарядки, а точнее баланса в этих цифрах, ну, я бы не сказал, что очень много. В общем, разбираться можно долго и, поверьте, будет это очень нудно, потому что машин на уровне среди средних танков, ну, прям очень много и это я еще удалил те, у которых есть барабаны. Но так или иначе, как ни крути, обратите внимание, что ДПМ один из худших на уровне. И это факт. И ваши 380 единиц альфы, ну, прям вообще не говорят о причине, почему именно так. Так, вернемся опять-таки к ВЗХе, которая имеет выше ДПМ при том же времени перезарядки, потому что у нее больше, ну, больше количества альфы, которые вы забрасываете за один выстрел. Что касается скорости, тоже безумно машину обделили, ну, будем говорить откровенно, 45 км в час против 55-60, ну, ребят, играть действительно будет очень-очень сложно. Что касается всех остальных показателей по машине, то здесь особо нечего рассматривать, это все необходимо все-таки прочувствовать в боях. Ну, и уже после катки можно будет подбивать какие-то честные итоги в отношении того, а удался ли новый Кампанзер, кому он понравится, ну, и, соответственно, что он может. Ну, что, поехали, попытаемся затестить. Ну, что, друзья, давайте начинать тестить. Начнем мы, ребят, с подвижности. Подвижности у нас нет. Не думайте о том, что на данной машине вы сможете бодро куда-то перекатываться, переезжать, она даже в горку нормально ползти особо не хочет. Ну, а что касается того, чтобы приехать прям куда-то на какую-то позицию, вовремя ее занять, ну, в принципе, можете на это не рассчитывать. На что можете рассчитывать? На возможность комфортного прицеливания, благодаря хорошему углу склонения орудия вниз. Можете рассчитывать на довольно себе приятную альфу в 380, но на неприятное время перезарядки. Плюс к тому стоит помнить о том, что, несмотря на то, что у нас 210 единиц по пробитию, то очень часто даже... Ой, 201, простите, единица по пробитию, то этой 201 единицы довольно-таки часто не хватает и приходится использовать голдовые снаряды. Короче говоря, знаете, такой себе инь-янь в одной шкуре. Вот сейчас будем голдовые использовать, потому что по-другому Крайслера не проковыряют даже в бортину. Немножко угол не совпадает и все, привет, приплыли. Что хочу отметить по орудию. Мне оно нравится своей альфой, мне нравится время сведения и мне очень нравится точность по данному орудию. Сейчас я был виноват, сейчас было виновата не орудие и не случайность. Я просто немножко мышью дернул, ну и, соответственно, в момент выстрела разброс у меня увеличился. Буквально там на какую-то долю секунд. Ну, а вот сейчас, ребят, как видите, все нормально, все хорошо. Я могу говорить о сравнении данной машины, в первую очередь, сравнивая ее с СТ-62. Блин, там уже с кормы приехали. С СТ-62. Почему так? Не потому что эти машины похожи между собой, а потому что данные машины сейчас стоят, можно сказать, за одинаковый ценник. За одинаковые 300 шаров в магазине, точнее в игровом событии, но и, соответственно, с этой машиной и сравнивать необходимо. Несмотря на то, что СТ-62 во многих вещах получше будет, да, там по ТТХ, допустим, или по маневренности, по подвижности, я бы все равно, наверное, если бы имел этих 300 шаров, то брал бы себе Каумф Панзер. Да, не самая крутая машина. Да, не самая бодрая. Да, на ней, в отличие от СТ-62, назад откатиться, это прям, я не знаю, там, счастье какое-то должно вам на голову свалиться. Но факт остается фактом. Эта машина почему-то для меня играется более спокойно и более интересно. Даже если я езжу на ней медленнее, нежели на СТ-62, то на СТ-62, когда я куда-то несусь, я обязательно приезжаю в какой-то такой замес, в котором мне очень быстро набивают морду. И, соответственно, я со всеми этими соплями по всему лицу возвращаюсь в ангар. Ну а если я играю на Каумф Панзере, то я спокойно, монотонно, тихо куда-то приезжаю, никуда не лечу, отрабатываю плюс-минус на среднем-дальнем расстоянии по засветам союзников, и как раз вот могу нанести большее количество урона, нежели на СТ-62, у которого существенно ниже показатель по Альфе за выстрел. Короче говоря, не знаю, мне Каумф Панзер понравился немножечко больше. Ну что, досматриваем бой, возьмем машину и попытаемся заехать еще в один. Итак, ребят, наша результативность, несмотря на то, что бой оказался не сильно хорошим, составляет, грубо говоря, 1600 единиц нанесенного урона. Что это в разрезе нашей команды? Как вы видите, практически ничего не делая в бою, я занимаю второе место. Да, команда отыграла не лучшим образом, я с этим спорить не буду, и нанесенного урона могло бы у многих ребят быть гораздо больше. Но факт остается фактом, что в этом бою я занял второе место, потому что многие сыграли хуже. Сыграли бы они лучше, мы бы прожили все вместе дольше, я бы прожил бы дольше в том числе, и поверьте мне, моя результативность тоже была бы выше. Ну и в принципе, я бы, думаю, все равно занял то же самое второе место в команде по урону уж точно. Ну что, берем машину и давайте еще разок попробуем. Ну что, давайте попытаемся сделать что-то более годное, нежели в предыдущем бою. Я не поеду сразу, как все это делают, на точку А или вблизи точки А где-то находиться не планирую. Ну просто потому что своей скудной подвижностью, когда я туда приеду и нарвусь на соперников, я начну лещей таких отхватывать, что домой не донесут. Поэтому попытаюсь держаться на расстоянии, может кто-то будет меня за это порицать, но все-таки данная машина, ну прям скажем, не совсем предназначена для того, чтобы где-то там в одиночку или даже с поддержкой одного своего союзника. Круто размахивать кулаками, при этом постоянно, постоянно находясь в меньшинстве по количеству относимых сопернику ударов. Так, откачусь немножко назад, ждем с голда. В последний момент Першинг очень круто довернулся, спасибо ему большое, что позволило мне накинуть ему урона базовым снарядом. Сейчас попытаемся здесь немножко повыцеливать, ну а нет, тогда проеду немножко вперед и... Ай-яй-яй, не успел, не успел, потерял возможность сделать результативный выстрел. Ну а за это время к нам приезжают мало того, что Центуриончик, так и еще и ТНХ. Так, по-моему, ребят, пора стратегически отваливать отсюда. Быстренько сверкаем пятками, нарываемся на вот этого товарища, но, слава богу, хотя бы без урона. Не виданная дива дивная, фортанула мне. Ай-яй-яй-яй, мог добрать сейчас я. Ну ладно, тут уже вопрос не в том, кто добрал, главное, что добрали, а значит минус нули ствол. А кому насчет он пойдет, этот покинувший нас соперник? Так, это уже второстепенно. Какие позитивы по данной машине? Позитив основной это возможность набрасывать большое количество урона. И действительно танк на это способен. Танк способен высцеливать на дальних расстояниях серые зоны соперников. Танк абсолютно спокойно на дальних расстояниях сводится. И именно поэтому он мне нравится больше, чем СТ-62. Так, ну ладно, давай поперестреливаемся кто кого, а что нам остается. Терять в принципе нечего, в любом случае здесь будет победа со счетом, ну хотя бы, хотя бы будет 7-1, ну ладно. Или 6, простите, да, 1, сколько там получается. Короче говоря, можно идти вполне спокойно в размен, потому что 380 единиц альфы, это вполне себе годный показатель. И может вполне спокойно становиться в размен с тяжелыми танками и с многими ПТХами. Ну вот в принципе и все. Со счетом 7-0 мы сейчас, можно сказать, разорвали команду соперников. Я надеюсь, они на нас не обидятся за это, хотя мне почему-то кажется, что многие из них явно расстроились. Рассчитывали на то, что все-таки с победой выйдут из данного боя. Что касается нашей результативности в данном бою. Как вы видели с самого начала боя, я не попытался там ехать куда-то на передовую, продавливать что-то. Вы танк поддержки на этой машине и 2888, магическая цифра, на счету в отношении нанесенного урона и 2 уничтоженных соперника. Что касается результатов фарма. Это коллекционка, которая вроде бы там фармить особо не должна, но при этом всем без прем-аккаунта я бы сейчас получил 65 тысяч серебром. Что меня, честно говоря, очень даже устраивает. Что касается нашей результативности по команде. Видите, особо не потея, абсолютно спокойно играя, я занимаю первое место. Это довольно-таки крутым, существенным отрывом от союзников, по сравнению с которыми мы берем цифры за основу. Короче говоря, ребят, если подсуммировать кратко и быстро, то имея 30 вот таких вот шаров, за которые можно взять себе в вот этом довольно странном игровом событии. Вечеринка в ангаре, то я бы эти шары потратил однозначно на Каунт Панзер ПР-68П. Обратите внимание на то, что я не являюсь супер крутым игроком в танке. И, как правило, подбираю себе машины, на которых мне с моим уровнем того, как я играю, будет комфортно играть и на которых я буду получать больше удовольствия. Поэтому и говорю лично от себя свое субъективное мнение, что мне конкретно КПЗ зашел больше, нежели СТ-62 вариант 2. Ну а там уже определяйтесь самостоятельно, что вы брать будете и будете ли брать вообще. Мое дело показать машины такими, какие они есть на самом деле. Я побежал снимать специально для вас следующее видео, а вам, друзья, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.